Металлический трос Металлический трос Если же порвался синтетический трос, то страстить его можно, без проблем. Но надо знать, как это сделать. И об этом наше видео. Начнем с того, что если вы свяжете любой трос, хоть стальной, хоть синтетический, вы не сможете его ни развязать, ни намотать на барабан лебедки. Что же делать? Все очень просто. Надо научиться плести. Итак, попробуем оплавить синтетический трос. Как видите, ничего не выходит. Поэтому не тратьте время и начните его резать. Резать надо под углом, причем под острым. После этого обматываем заостренный конец троса скотчем и получается нечто вроде наконечника. Трос заплетен колодцем. Такое плетение позволяет превратить трос в оплетку, куда можно уложить отрезанный конец нашего троса. Формируем петлю нужного размера. Чтобы обеспечить максимальную прочность, пронизываем трос в нескольких местах, то есть змейкой. Прокладывать трос надо в середине. Последний прокол нужно сделать так, чтобы конец троса остался внутри оплетки. При затягивании оплетка растянется и прочно прихватит конец троса. Вот результат. Многие пользуются для сращивания троса, если он порвался вот таким узлом. Он достаточно крепкий, но он может не пройти в плюс, или когда он намотается на барабан, уже будет мешать. Это не очень правильно и не хорошо. Так мы увидим, что тросик пролезает только в определенном. Ну, с усилием можно, конечно, его продвинуть, но он может. Теперь попробуем связать два куска троса. Допустим, у нас оборвало трос. В этом случае, используя всю ту же методику, мы сращиваем оборванные концы троса, и трос готов. Допустим, у нас оборвало троса, и троса, и троса, и троса, и троса, и троса. Вот таким нехитрым способом можно в полевых условиях отремонтировать синтетический трос. Допустим, у нас есть плюс, новый капс, и троса, 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 и троса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова